Капитана Арвида Бука мы застали у себя дома в Арвинской Волости. Несмотря на то, что он до сих пор успешно работает капитаном в Ерсповском порту, здесь дома мы видим его с другой стороны, гостеприимным хозяином. В своем саду он выращивает виноград, которому гостил нашу съемочную группу. Мелкий виноград очень вкусный, а вообще это опасная работа. При сборе урожая приходится все время воевать с сосами. А с одного куста можно собрать около 150 килограммов. Хотя Арвиц родился в Лепе, в инсполчане его приняли очень тепло, и в этом году на празднике города его наградили званием почетного гражданина, вручив приз города и почетный знак. Это был сюрприз для меня. Так кандидатов было очень много, и я не надеялся, что мне выпадет такая честь, но безусловно мне очень приятно. Всю свою жизнь Арвиц учился заочно, совмещая учебу и работу, и никогда не забывая о своей главной мечте – стать капитаном. Конечно, тогда он и подумать не мог о том, что его ждут награды за труд, что он станет победителем социалистического соревнования, и в конце концов получит звание почетного гражданина Венсполса. Посмотрим, что здесь написано. Награждается за достижения в работе в связи с 50-летием Великого Октября, за первое место в выполнении плана. Капитан воспитал сына и дочь, внуков, а сейчас воспитывает правнучку. Жена Арвида всегда ждала его дома и, бывало, писала ему письма каждый день, 80 дней подряд. При этих воспоминаниях на глаза капитана наворачиваются слезы. Очень редко капитаны дальнего плавания проживают всю жизнь только с одной женой. Мне повезло и непонятно, как это получилось. Когда мы решили пожениться, то уговор был такой. Я буду зарабатывать деньги, а она будет домохозяйкой. Так и есть до сегодняшнего дня. Получение диплома штурмана дальнего плавания не далось ему легко. Шаг за шагом он шел к своей цели. Сначала стал помощником капитана, потом первым помощником, потом капитаном. И в конце концов капитаном-директором на крупном морозильном приемно-перерабатывающем судне в рыболовецком колхозе с Аркана Бака. Сейчас Арвид Букс – капитан Венсполского порта. Мы очень скучаем по тем временам, когда отправлялись в экспедицию. Все-таки что-то в этом было. У берегов Африки нас часто охраняли, так как местные жители могли стрелять. Чего только там не происходило. Часто мы бывали в Дакаре, на Канарских островах. А однажды мне очень повезло, и там наше судно простояло на ремонте 9 месяцев. Мой самый длинный рейл длился 6 месяцев, на протяжении которых у меня не было дома. Дети выросли без меня. На празднике моря седовласому капитану есть что вспомнить. Каждый год на праздник моря вместе с управляющим портом мы кладем венок в памятнику. И всегда отмечаем этот праздник. У меня много друзей и знакомых, погибших в море. Поэтому для меня праздник моря – это памятный день. Надо сказать, что несмотря на немолодой возраст, у Арвида много хороших друзей. Во время съемки позвонил один из них. Именно друзья были первыми среди поздравляющих во время вручения приза города. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...